Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Я тоже рада, что наша работа в этом формате продолжается. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. . 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 Существует... С-п-263. Выбивается существенным образом из этой линейки клон С-п-142, который действительно разрабатывался к другому эпитопу антигена PDL1 и имеет несколько другую аффинность как к опухолям, так и к иммунным клеткам, поэтому он по аналитическим своим характеристикам не сопоставим с остальными клонами. И основным критерием, который мы используем в оценке экспрессии PD-L1 в немелкоклеточном раке легкого является оценка доли позитивных опухолевых клеток или так называемый tumor proportion score, который представляет из себя процент живых опухолевых клеток с полным или частичным окрашиванием мембраны клетки любой интенсивности. И он может быть оценен эффективно на сегодняшний день с помощью двух имеющихся в нашем арсенале наборов. Это набор 22C3 и SP263. Что же касается клона SP142, то он не только имеет другие характеристики аналитические, но он еще и требует другого подхода к оценке. И на сегодняшний день в немелкоклеточном раке легкого используется изолированная оценка этого клона в опухолевых клетках и отдельно оценка в иммунных клетках. Причем оценка в опухолевых клетках, она сходна с той, что применяется при других клонах. То есть мы оцениваем долю позитивных опухолевых клеток среди жизнеспособных. Что же касается оценки иммунных клеток, то она оценивается независимо от опухолевых. И мы должны оценить ту площадь опухолевого поля, которую занимают позитивные иммунные клетки. И позитивное считается значение отличного от нуля по любой из оцениваемых категорий. Почему это важно? Почему этот подход имеет свой определенный успех, в том числе в немелкоклеточном раке легкого? Потому что эта опухоль в силу своей биологии имеет примерно одинаковый вклад в иммунное взаимодействие, в экспрессию PD-L1, как опухолевых, так и иммунных клеток. Поэтому их оценка дает дополнительную информацию. Но если мы вернемся к терапии и посмотрим уже не на монотерапию, а на комбинированные схемы, которые сейчас широко начинают применяться, и мы видим, что они существенно превосходят стандартные схемы химиотерапии без включения иммуно-онкологических препаратов. Но опять же есть корреляция между уровнем экспрессии PD-L1 и показателями выживаемости. То есть здесь этот маркер сохраняет свое предиктивное значение, хотя для большинства комбинированных схем не требуется тестирование. Это значение предиктивное сохраняется не только для выживаемости без прогрессирования, но и для общей выживаемости. И обязательно нужно, конечно, помнить о ряде факторов, которые могут повлиять на результат тестирования и на его достоверность в первую очередь, потому что это, с одной стороны, вещи рутинные, а с другой, зачастую, им уделяется недостаточно большое значение. И те несоответствия, которые мы видим между ожидаемой экспрессией и реальной экспрессией, могут быть определены именно этими факторами. Это факторы, которые касаются, в первую очередь, преаналитического этапа. Это время до фиксации. На него сейчас очень много обращается внимания и в отечественной литературе, и в зарубежной литературе. Оно долгое время было недооценено, хотя мы уже давно говорили о времени холодовой ишемии, но очень многие годы предполагалось, что избыточная фиксация гораздо более губительна для оценки моногистохимических маркеров, в том числе предиктивных или полуколичественных. Но на сегодняшний день это вполне логично. Мы понимаем, что не продолжительность фиксации, а время до фиксации или продолжительность отсрочки фиксации имеет гораздо более критическое значение. Это простые вопросы, которые касаются логистики материала и скорости его погружения в фиксирующую жидкость, подготовки к фиксации, если мы говорим о материале резекций. Материал биопсии должен быть незамедлительно погружен в фиксатор, потому что чем дольше он находится вне фиксатора, тем более выражены... Мы получаем разрушение антигенных и нуклеиновых различных молекул. По стандартам и в большинстве гайдов по оценке этих маркеров указано время холодовой шумии, которое не превышает 60 минут. Но чем оно короче, тем лучше, тем более надежно сохранение всех структур, которые мы пытаемся выявить. Безусловно, фиксация должна быть в стандартном 10% нейтральном забуференном формалине, и на что тоже иногда мы недостаточно внимания обращаем, особенно люди, которые занимаются забором материала. Это объем фиксирующей жидкости. Также есть целый ряд работ, которые говорят о том, что несоответствие объема фиксатора объему тканей приводит к все тем же неблагоприятным последствиям, которые потом невозможно как-то исправить или обратить. Объем фиксатора должен быть не менее чем в 10 раз больше объема фиксирующей жидкости, но стандартом является 1 к 20 соотношение. Время фиксации для большинства тестов указано это 24, 48, 72 часа. Оптимальным считается для биоптатов это 6, 48 часов, для материала резекции до 48 часов, хотя, как я уже сказала, продолжительность фиксации, избыточная фиксация по времени не имеет таких критических негативных последствий, как отсрочка фиксации. Кроме того, уже поднимался вопрос о давности архивных блоков, о том, насколько легитимно тестировать этот маркер на материале, который уже пролежал в архиве какое-то время, и в инструкциях к препаратам на сегодняшний день фигурирует срок 5 лет. Но появляются данные о том, что скорость разрушения может быть выше, особенно если не соблюдаются условия по влажности, поэтому когда у вас, в том числе у клиницистов, есть возможность выбрать материал и давность его забора, то оптимальным является материал, который не старше 1-3 лет, максимум это 5 лет, ну и условия хранения материала, и в том числе архивных материалов. И зачастую сталкиваемся мы с тем, что имеется целый ряд вопросов, которые часто возникают, на которые необходимо получить ответ. Это то, какой материал необходимо выбрать, какой должен быть его объем. Для многих тестов фигурирует условная цифра в 100 клеток. Ее, безусловно, никто не тестировал на самом деле. Это значение выбрано с учетом того, что для большинства тестов минимальное пороговое значение это 1%. Для того, чтобы оценить наличие либо отсутствие 1% окрашенных клеток в материале, нам нужно иметь не меньше 100 клеток. Но имеет смысл все равно пытаться тестировать материал, который содержит менее 100 клеток, потому что если мы получаем позитивное окрашивание более чем в одной клетке, то мы можем говорить о том, что уровень экспрессии больше 1%. Как минимум, в ситуациях, когда материал получить сложно или даже невозможно, это шанс. В случаях же, если у нас менее 100 клеток в образце, и мы не получаем ни одной позитивной клетки, тогда мы должны, безусловно, сослаться на недостаточный объем материала для того, чтобы исключить ложные негативные случаи. Можно ли использовать цитологический материал для тестирования PD-L1? Ограничение для этого материала существенное. Оно заключается в том, что на существующих клинических исследованиях, в которых участвовали пациенты, не использовался цитологический материал, использовался, как правило, биопсийный материал, либо материал резекции. Это, собственно, приводит к тому, что использование цитологического материала не имеет надежной клинической валидации на сегодняшний день, но по своим аналитическим свойствам этот материал, безусловно, пригоден, особенно если речь идет о тестах, которые подразумевают оценку только позитивных опухолевых клеток. Если в цитологическом материале более 100 опухолевых клеток, его можно использовать для тестирования, в том числе PD-L1. Если же это речь идет о клеточном блоке, то на сегодняшний день в большинстве данных литературы этот материал не расценивается отдельно от малого биоптата, который подвергся гистологической стандартной обработке. Что касается выбора биоптата, либо материала резекции в ситуациях, когда есть, может быть, и то, и другое, это вопрос, который касается внутриопухолевой гетерогенности, в первую очередь, и того, насколько объем биоптата отражает PD-L-статус всего объема опухоли. Безусловно, тут есть ряд ограничений, и по данным литературы до 10-12% могут быть различия между оценкой PD-L-статуса в биоптате и материалом резекции. Кроме того, проводился ряд работ, который показал о том, что выбор блока в пределах материала резекции, если их несколько, тоже на 100% коррелирует, безусловно, друг с другом. Но, тем не менее, биоптат вполне пригодный в условиях отсутствия другого материала. материала, если есть большой материал, то он более репрезентативен в плане оценки. И нужно понимать, конечно, что чем больше материала, тем достовернее, пожалуй, будет заключение. Хотя, с другой стороны, с точки зрения аналитики, большой объем материала тяжело оценивать. Но, что чаще всего интересует, в том числе клиницистов, это, что необходимо тестировать, первичную опухоль или метастаз. Если мы возьмем более ранние работы, то разница между оценкой в первичной опухоли и метастазах могла достигать 1 трети случаев. Это, опять же, может быть связано с гетерогенностью популяции, которые сравнивались с использованием различных тест-систем и методик оценки экспрессии PD-L1. На сегодняшний день, если использовать один и тот же клон в одной и той же популяции, разница гораздо меньше. То есть она может быть 10-15%. Но, что более интересно, то, что разница между экспрессией в первичной опухоли и в рецидивной опухоли, либо в метастазах, которые возникли в срок более 6 месяцев, может достигать 30%. И это вполне, наверное, резонный повод для того, чтобы в ситуациях прогрессии в виде метастазов или локальной прогрессии, когда есть возможность пытаться взять материал повторно, в том числе, если речь идет о тестировании PD-L1. И, кроме того, на фоне химиотерапии химия лучевой терапии, PD-L-статус меняется. И, опять же, есть данные о том, что если в таком контексте появляется экспрессия PD-L1 или она становится более выраженной, это является одним из неблагоприятных прогностических факторов. Таким образом, если суммировать то, о чем я сегодня говорила, уровень экспрессии имеет не только предиктивное, но и прогностическое значение. И это можно использовать в плане не только назначения терапии, но и оценка рисков. Кроме того, сохраняется большое количество клонов, которые у нас есть. Они имеют разные методики оценки и разрабатывались к разным монологическим препаратам, но, тем не менее, мы идем на пути к унификации и к сокращению количества тех систем, которые нам необходимы для практической деятельности. Но, тем не менее, необходимость тестирования, а также то пороговое значение, которое необходимо использовать для принятия клинического решения, определяется не только ситуацией, в которой находятся пациенты-врачи, то есть это какая-линия терапия, это монотерапия, комбинированная терапия, но также теми показаниями, которые прописаны в инструкции к препарату и в регистрационном удостоверении, если мы говорим о назначении в рамках регистрации. И, несмотря на то, что клоны имеют различные аналитические характеристики, уже есть работы по клинической кросс-валидации, это позволяет нам использовать один клон вместо другого и сократить то разнообразие тестов, которые можно иметь в лаборатории для эффективной работы. И необходимо помнить, конечно, в первую очередь и клиницистам, и тем, кто занимается забором материала и биопсийного операционного, о том, что обработка материала, фиксация материала – это те факторы, которые могут влиять критическим, необратимым образом на результат тестирования. Спасибо за внимание. Продолжение следует...